Доброе утро, коллеги! В Ялте у нас проходит действительно много чего интересного. И одно из самых ярких культурных событий является юбилей театра Клоунады Ялтинского театра. И сейчас у нас в гостях художественный руководитель Елена Дадинская этого театра. Елена, доброе утро! Доброе утро! За 10 лет у вас появился свой верный зритель. Расскажите, как вы планируете репертуар? И я знаю, что у вас очень любит семейная аудитория, в первую очередь. Действительно, 10 лет мы создаем спектакли, которые рассчитаны не только на детскую аудиторию, поскольку Клоунада считается всегда детский жанр. Но мы стараемся делать так, чтобы люди, которые пришли с ними, это родители, мамы, папы, бабушки, дедушки, чтобы им тоже было интересно. И, собственно говоря, каждый спектакль наполнен таким юмором, чтобы было классно и малышам, и взрослые тоже увидели что-то интересное и необычное, посмеялись над какими-то своими проблемами. А какую постановку считаете самая удачная и почему? Ну, в каждом театре, наверное, есть своя «Снежная королева». А у нас, поскольку театр Клоунады, то мы решили поставить «Смешную королеву». Ну, я считаю, что «Смешная королева» — это самая удачная постановка наша. Вот как в целом для вас прошел год театра? Очень активно. Первое — это мы поехали на Южно-театральный форум в Сочи, который был организован Союзом театральных деятелей России. Еще несколько поездок было в Москву творческих. И последняя поездка на фестиваль в Иваново, Всероссийский театральный фестиваль в Иваново. Мы возили туда свой первый серьезный спектакль, совершенно не клоунский, «Праздник одиночества Перасмани» о грузинском художнике. И, ну, конечно, мы там были фаворитами этого фестиваля. Очень как бы нас приятно, радостно встречали. И многие даже просились в наш коллектив. Я говорю, ребят, вы откуда, из каких городов? Но, тем не менее, показали наше южное творчество. Десять лет позади уже работы. Какие цели ставите сейчас? Чем будете брать, завлекать зрителей, аудиторию? Чем завлекать? Ну, как бы мы расширили границы жанра. То есть изначально у нас была только клоунада. Сейчас мы решили ставить еще и другие пьесы. Может быть, это неправильно отходить от намеченной линии. Но развиваемся, и хочется дополнительных каких-то эмоций, хочется каких-то дополнительных постановок. Сейчас работаем над спектаклем «Обыкновенное чудо». И делаем его тоже со своими вкраплениями юмора. Пишем полностью свою музыку. Потому что ребята у нас в составе много музыкантов. Шьем невероятные костюмы. Я думаю, что это будет интересная премьера. Каким видите зрителя? Своего? Ну, наш зритель все-таки, наверное, радостный. Радостный, счастливый. И зритель, который... Наверное, хочет приходить постоянно к вам. Да, наверное, так. И приходить всей семьей. Спасибо вам огромное. Коллеги, ну так что приезжайте к нам. У нас есть на что посмотреть, куда сходить. Мы вам желаем хорошего дня.